Почти 38 миллионов рублей выделены Железногорску на повышение зарплаты врачам. Деньги поступят из средств фонда обязательного медицинского страхования. Они позволят временно удерживать зарплату железногорских врачей на уровне 2013 года. Решение об этом было принято на заседании комиссии по разработке территориальной программы ОМС. Напомним, в начале года зарплата врачей в ЗАТО значительно упала. За ней последовала еще и волна сокращений. С начала года в связи с передачей части видов помощи из федерального бюджета в фонд ОМС, мы потеряли довольно внушительную сумму. И поэтому финансирование у нас упало на 40% по сравнению с прошлым годом. Естественно, заработная плата тоже упала. Было сокращено в 233 ставки. Заработная плата упала от 10 до 25%. В связи с этим исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский дал краевому Минздраву поручение рассмотреть возможность увеличить стимулирующие выплаты сотрудникам Железногорской медсанчасти. Большая часть полученных денег пойдет на то, чтобы поднять оплату труда всем врачам до того уровня, на котором она была в прошлом году. Кроме того, будут больше платить за переработки медикам из отделений экстренной медицинской помощи. Поэтому теперь вся реанимация, вся ургентная служба, это приемный покой, кто в приемном покое работает, терапевты, хирурги, кардиологи, гинекологи, весь родильный дом, инфекция, вся ургентная служба будет получать дополнительно стимулирующие выплаты к окладу. А они не маленькие. Как отметил Дамилов, стимулирующие выплаты будут приблизительно равны окладу этих специалистов, пока в клинической больнице еще не подсчитали размер этих сумм. Увеличенные зарплаты ждут медиков уже в нынешнем месяце, а вот перспективы на будущий год пока туманны. Дальше пойдет работа по формированию программы госгарантий. Фонд сейчас запрашивает наши объемы, какие мы можем обеспечить. Они будут обсуждать объемы, исходя из того, как будет финансироваться фонд УМС. Частично, конечно, мы из федерального бюджета будем получать деньги. Мы же относимся к федеральному медико-биологическому агентству и отчитываемся за финансы перед ними. То есть пока на будущий год сложно.